друзья привет привет с вами снова ирина грачева это проект ирина грачева рейсинг и сегодня в очередной раз поговорим о безопасности и как обещала я расскажу вам о своем страховочном линии вот об этом и о том почему он такой особенный и что он не позволяет делать и так в классе мини есть специальные требования к страховочному линию и одна из один из моментов этих специальных правил это то что он должен обладать обязательно тремя точками крепления 1 2 и 3 и одна из этих точек крепления должна быть должна иметь возможность быть освобожденной под нагрузкой то есть если случилось так что вы повисли на этом линии вы должны иметь возможность его отдать просто под нагрузкой вот поэтому у нас вот такие вот карабины на моем линии два основных которые всем знакомы и обычный карабин с системой релиза нагрузкой вот такой зачем это сделано с одной стороны кажется что этот карабин достаточно ненадежный может отдаться сам но на самом деле у этой системы есть очень умное применение допустим когда я прикрепляюсь к лодке у меня вот в обычном состоянии короткий конец линия ко мне прикреплен карабин отдающийся под нагрузкой тоже ко мне и вот этим вот карабином основным я цепляюсь за штормовой леер на палубе и иду делать какие-то дела которые мне нужно делать но какой-то момент может произойти ситуация что я пошла там застряла по какой-то причине допустим у меня начал уходить спинакер в воду да я его держу и не двумя руками и никакой возможности освободиться у меня нет и меня начинает тянуть вот этим вот концом обратно в этот момент я могу отдать тот карабин который работает под давлением тем самым сделать себе ли гораздо длиннее и закончить свою работу потом все это прикрепить обратно в общем именно для этого есть такое требование чтобы один из карабинов был чтобы у одного из карабинов была возможность отдать его под нагрузкой я использую одну из последних моделей страховочного линия вичард еще такая же схема такой же по качеству линь с такими же карабинами есть у спинлока чем он особенный вот эти вот карабины с большим пространством внутри позволяют прикрепиться не только к страховочному лееру вот у меня страховочный леер да вот так вот я прикрепляюсь то есть вот это большое пространство позволяет прикрепиться не только сюда но и крылингу то есть к трубе у меня здесь достаточное место чтобы пройти трубу по диаметру крепление к рейлингу является одним из самых надежных на яхте еще мне хотелось бы добавить когда вы прикрепляетесь к чему-то на яхте страховочным линием обязательно выбирайте надежные узлы крепления ваша яхта обязательно должна быть оснащена штормовым леером который идет вдоль борта с одного борта из другого борта крепится независимо к точке на палубе достаточно надежный обязательно должны быть точки крепления в кокпите расположены таким образом чтобы вы могли сначала прикрепиться находясь еще внутри лодки только потом выйти и также на яхте есть некоторые другие вещи которым можно прикрепляться безопасно это рейлинги кормовые носовые рейлинги и можно прикрепляться допустим к бакштогу бакштог достаточно или ахташтаг достаточно надежный элемент не рекомендуется прикрепляться к подвижным частям типа там гика шкота и абсолютно запрещено прикрепляться к обычным леерам потому что бывали случаи когда леера рвались лопались вылетали стойки это ненадежная точка крепления поэтому обязательно следите за своим оборудованием которые берете с собой и следите за частями яхты чтобы все было безопасно и надежно и так друзья большое спасибо что продолжаете смотреть нас ждите от нас новых материалов и до новых встреч пока пока